добрый день вы на канале модные практики с вами сегодня снова я паук что ольга и мы продолжаем работать над легкой блузой с интересным узлом по горловинке я бы назвала ее так у меня уже на столе разложена ткань ткани меня в полоску из ткань это лен ну такая летняя хорошая ткань также в нашем бутике есть вот такие расцветки льнов очень красивые но я решила взять в полоску потому что очень часто задают вопросы по работе с полоской вы хотите видите мне эта ткань понравилась я подумала почему бы мне сделать это изделие из ткани в полоску к сожалению пока я собиралась снять это видео именно эту полоску уже раскупили в тканевом бутике но такая модель может быть из однотонного льна из цветного и из трикотажа тоже будет неплохо приступаем в прошлый раз мы с вами заготовили моделирование в первую очередь мы с вами вырежем полочку и спинку швы я возьму полтора сантиметра боковые низ два сантиметра и швы по пройме по горловинке плюс один сантиметр ну то есть плечо пройма и горловинка будут плюс один сантиметр на что стоит обратить внимание я заранее чтобы не тратить эфирное время зря вначале нужно рассмотреть ткань давайте вот я вот с этой стороны вам покажу вот такая ткань но я посмотрела что полоски примерно одинаковые и здесь конечно сложно говорить о совмещении во первых полоски идут вдоль кромки это не поперечная полоска наверное все-таки именно эта модель не очень пошла бы под подперечную полоску потому что вот это вот деталь отлетная который будет здесь болтаться ну наверное немножко странно будет смотреться и все равно ее не будет видно на ткани когда полоска пойдет поперек полоска она примерно одинаковая по ширине белая и синяя поэтому ее была возможность немножко совместить видите 4 и 4 голубая 4 и белая 4 поэтому я совместила полоски синие с синими белые с белыми для того чтобы у нас симметрично повторялся рисунок относительно одного бокового шва к другому боковому шву но получается что если здесь синяя полоска то и здесь здесь белая то есть здесь хотя бы так мы подчеркнем симметричность блузы есть такие полоски которые не совмещаются бывают полоски которые некачественного производителя и они все кривые косы ну тогда нужно выбирать модели где ну нет такого жесткого рисунка но в принципе здесь подойдет любая полоска для этой блузы и я уже заколола детальки спинка начнем со спинки как я и говорила сгиб талиевую вытачку мы игнорируем приколола все видите вот так вот я покажу совместила хотя бы у нас синие полоски совпадают на белых там немножко разные рисуночки я вот так подниму но будет все равно очень красиво и хорошо про припуски я уже сказала и вот смотрите внимательно центр переда так как я еду еще один youtube канал модные практики мама я сейчас расскажу что нужно сделать беременным беременные могут на грудную вытачку полностью перенести в живот и вот здесь вот тоже если живот еще небольшой чтобы не приподниму вещь не сильно подскакивала они здесь могут сделать 90 градусов относительно этого и вот это вот расстояние немножко но на животик даст и низ будет ровненьким я же пока не беременная поэтому здесь я буду откладывать просто два сантиметра по линии низа на полочки и спинки и здесь не должно смущать что когда мы вот эту смотрите полоску загнем вот тогда что здесь пойдут не будет под 90 градусов здесь косина очень маленькая и она не повлияет ни на посадку не на крой просто линии будут него так ровно идти а с легким с легким наклоном думаю что может быть это даже придаст некая интересную изюминку этому изделию сейчас я вырезаю полочку и спинку и будем беру ножницы и вырезаю можно нарисовать заранее ну вот по низу можно нарисовать заранее 2 сантиметра можно брать сантиметровую ленту и сразу резать прикладывать и смотреть сейчас я нарисую все швы и мы приступим к тому что будем вырезать эти изделия смотрите я нарисовала все линии все прибавила швы под линеечку там где ровные линии там где неровные просто прикладывала сантиметр и повторяла линию выкройки наши хочу обратить ваше внимание вот здесь на линию низа если мы сделаем вот здесь прямо вот такой угол то получится у нас блуза вот с таким вот здесь вот наклоном для того чтобы это не было саму серединку смотрите получается что я на пол сантиметрика на сантиметрик здесь можно опустить саму вот эту вот линию начинаем под прямым углом а потом уже плавно плавно переходим к нашей линии все-таки вот такая большая надбавка как нижняя линия под 90 градусов относительно бокового шва нам не нужно потому что она будет провисать как раз мы потом посмотрим на примерке как будет выглядеть этот момент и я приступаю и вырезаю наши детальки смотрите вот так вот она лен она вот так вот выровняется и будет такая красивая подгибка низа здесь у нас полтора смотрим чтобы под ножницы не попадались булавками при помощи которых мы совмещали рисунок но вот как я в данном случае здесь пока с таким небольшим запасом делаем как домик мы еще называем вот здесь смотрите где центр переда у меня розовых фломастер вот эту точку соприкосновения нужно обязательно отметить можно ее прямо даже и вот так отметить и вот так вот чтобы у нас прямо вот эта линия была по пройме тоже один сантиметр полочка наша готова и я таким же образом вырежу спинку смотрите что я сделала вырезала полочку спинку и сейчас нам нужно сделать надсечки мы конечно с иришкой которая стоит за кадром спорили потому что я вот она вам машет привет передает она же может выйти сюда и помахать вам прямо уферили deep мах маши она всегда на за надсечки я честно говоря ириша за кадром моя помощница тайный помощник сегодня ира все иди обратно обычно мне очень не люблю я не люблю делать надсечки в льняных тканях я делаю или ниточные закрепки или ручка которая исчезает от пара но чтобы было все по правилам модных практик я беру ножницы и делаю надсечки на линии талии вот все равно на льне то не видно ну ладно вот так вот беру прям скрипя сердцем видите вот надсечки вот они есть также по центру спины верхней части вот так небольшую надсечку вот видите но на самом деле еще я все-таки продублирую конечно ручкой потому что лен ткань такая сыпучая что потом мы можем это место и не найти ира стоит смеется здесь я нарисовала на грудную вытачку делаю также на талии вот у нас стали ручкой надсечку и все-таки переношу на ту сторону вот раз видите должно потом они должны потом совпасть также здесь обязательно вот это место сейчас я возьму булавочки и перенесу на ту сторону но честно говоря здесь я надсечку делать не буду как бы ира и не просила я взяла вдоль движения видите переношу на ту сторону и делаю вот такой крест-накрест вдоль вот наших деталек ну ладно так и быть смертельный номер вот прям 0 даже меньше чем 0 5 должна быть насечка прям маленькая маленькая и сейчас мне осталось перевести на грудную вытачку на ту сторону и наши полочка и спинка будут готовы вот здесь конечно видите у меня я делаю по линии которая которая крайняя от центра как раз ткань такая рыхлая что я еще все-таки сделаю вот здесь по серединке вспомогающие точечки вот смотрите раз беру ручку и рисую вытачку вот наша вытачка переведена обязательно отмечаем прямо в место где у нас вершина вытачки видите вот булавочка у нас прямо начинается где вытачка здесь я тоже приподниму и вот так сделаю на засечку где у нас прямо начинается вершина вытачки пока я эти детали откладываю и предлагаю заготовить все детали и потом приступить к сметыванию немножко хочу подытожить что ткани у меня было метр это с учетом того что у нас кокетки краятся поперек так как на кокетке у нас идет рисунок поперек здесь у нас есть подсказка мы сложили полоски так чтобы сгиб у нас шел тоже поперек берем в кокетку и смотрим где нам ее лучше сделать если мы ее сделаем здесь во время шитья может некрасиво выглядывать вот эти вот миллиметры белой ткани поэтому я предлагаю так чтобы и верхняя часть и нижняя часть кокетки заканчивались на синей широкой полоски а белая если и будет то где-то в самой глубине ну где-то будет там вдалеко в шве и и не будет видно сейчас вот смотрите прикалываю и вырезаю здесь точно такие же прибавки все по одному сантиметру так как это считайте продолжение проймы там мы брали один сантиметр плечи горловинка ну и по кокетке мы тоже брали один сантиметр беру наверное лучше отрисовать также заранее раз мы с вами все отрисовываем здесь у меня уже глаз с алмаз это я уже могу на глаз делать ну вот здесь можно чуть-чуть выровнять линию сделать ее более деталь ровненько здесь эти вот вот это вот пол миллиметра чтобы вот сюда делать такую полукруглую линию нам это не обязательно и здесь у нас тоже плечо также в этой модели можно кокетку перенес переносить на полочку просто я только сейчас об этом подумала а вы если еще не кроили можете сделать так как как в рубашках бывает что кокетка переходящая на полочку тогда здесь у нас тоже будут такие классные ровные полоски вырезаю такая красивая деталь у нас получилось обязательно надсечка по вот со стороны нижнего шва по центру спины кокетка готова нам осталось раскрыть рукав вырезаем рукавчик на подгибку низа рукава я прибавила 3 сантиметра на боковые швы на внутренний шов рукава вот сюда я прибавила по полтора сантиметра и по верхней части один сантиметр не забываем делать надсечку по центру по вершине рукава из передней части рукава для того чтобы ничего не перепутать сейчас я вырежу рукав и мы приступим к сметыванию и 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 Рукав я пока отложила в сторону и мы работаем с полочкой и спинкой. Первое, что я сделаю, это приметаю кокетку к основной детальке спинки. Для этого я вот здесь у меня изнанка, складываю лицом к себе спинку, здесь у меня лицо внутри, складываю лицом к лицу детали, прикалываю пару булавочек и приметываю один сантиметр. Здесь очень важно совместить наши надсечки по центру спинки. Я вот так вот к себе разверну, смотрите, чтобы мне было удобнее работать. Вот здесь можно чуть-чуть будет избежать вот этого острого угла и если миллиметр у нас не попадет под кокетку, в этом нет ничего страшного. Я все-таки вот так. Вот смотрите, видите, вот раз, хотя вот оно тут все идеально совпадает. Но это потому что лен, а если ткань какая-то более плотная, то можно уже самим немножко округлять линии. Так, сейчас. Я люблю все вначале заколоть, потом сметывать, мне так проще. На самом деле эта блуза, ну, просто это процесс рабочий у нас уходит на это много времени, но сама блуза на самом деле не сложная. И с ней справится человек, который не очень давно шьет. Или это даже можно попробовать, как одно из первых изделий таких. Ну, конечно, если человек вообще умеет шить и обрабатывать на оверлоке вещи, швы. Беру нитку с иголочкой, все проверила, все сошлось, смотрите, вот. И сметываю один сантиметр. Здесь у нас не отрисована линия с этой стороны, но мы прекрасно знаем, как выглядит один сантиметр. Ширина шва один сантиметр. Либо можно, смотрите, как еще можно сделать, можно сейчас быстренько взять. Ну, вот у меня, видите, ровно один сантиметр. И сделать такие контрольные на протяжении всего шва точки, полосочки небольшие, засечки ручкой, по которым мы будем ориентироваться. Это я делаю для вас, а у меня глаз наметан. На один сантиметр у меня точно глаз наметан. Мне кажется, один сантиметр я смогу прошить и с закрытыми глазами. Приметываем кокеточку. Проверяем пальчиками, чтобы там не было никаких сборок. На второй части спинки вытаскиваем булавочки. Не забываем совмещать центр спины с центром спиной. Вот что у нас получилось. Делаю закрепку. И проверяем. Ну, не то что проверяем, а просто уже хочется полюбоваться нашей спинкой. Вот такая красивая у нас спинка получилась. Конечно, в готовом изделии здесь будет двойная кокетка, все разгладится. Я сейчас вот сюда вот. И, конечно, здесь все будет идеально. Считаю, что со спинкой мы справились. Переходим к полочке. Прям хочется любоваться. Смотрите, вот я так вот приложила. И все будет идеально. Переходим к полочке. И здесь нам важно сметать вытачку, которая уже нарисована на каждой половинке. И также вот это место я сейчас контрастной ниточкой с одной и с другой стороны сейчас должна нарисовать. Вот так и вот так. Помните, я переносила. Для того, чтобы до конца пошива это место у нас никуда не пропало. Я оговорилась, конечно же, не нарисовать контрастной ниткой, а прометать мелкими стежками контрастной ниткой. Для этого я возьму вот такую бордовую ниточку. И с одной и с другой стороны. Небольшими стежочками аккуратно. Потому что это место очень и очень для нас имеет большое значение. Вот раз. Конечно, у нас уже надсечка. Но в любом случае мы там потом, во время обработки, скорее всего, будем делать надсечку. Поэтому ничего страшного. Точно так же я сейчас сделаю с другой стороны. Потому что ручка от пар уйдет, а эти линии уже останутся. Теперь я вам покажу, как сметать вытачку. Честно говоря, на своем канале я этого не показываю, потому что говорю, что вы уже все умеете. Но формат есть формат. Мы берем вершину вытачки. Я все равно всегда скалываю булавочками. Вот так вот проверяю, чтобы линии совпали. Но чтобы не было никаких перекосов с одной или с другой стороны. И теперь вот так аккуратненько складываю ткань. Ириша за камерой ржет. Тоже вот так вот раз. Самое главное, если здесь у нас с одной стороны, как вот в данной ситуации, осталась свобода, мы не пытаемся ее вот сюда вот впихнуть. И здесь у нас тогда получится сборка. Мы очень аккуратно вот так кладем на стол. И делаем именно... Сейчас я вам с другой стороны покажу, что получилось. Так вот, чтобы все красиво лежало, без перетяжек каких-либо. Честно говоря, я... Нужно посмотреть, как мама сметывает вытачки, Ирина Михайловна. Ну, я их сметываю вот так. Смотрите. Раз. Я уже вот три булавочки приколола. У меня уже есть, так сказать, цель. Здесь вышло. Это не страшно. Когда мы раскладываем на столе, у нас линии должны совпасть. И не должно быть никаких перекосов в одну или в другую сторону. И теперь по этим булавочкам я сметываю вытачку. Начиная от вершины вытачки. Не забываем делать узелок. И сейчас уже все просто. Мы просто пальчиками поправляем. Линии у нас уже сходятся, так как все заколото по рисунку. Вот что у нас получается. Сейчас я раскрою, покажу. Вот смотрите, что получилось. Сейчас я точно так же. Вот я даже к себе приложу. Смотрите, как идеально сидит нагрудная вытачка. Сейчас точно так же я сделаю с другой стороны. И мы наконец-то приступим к самому главному украшению этой блузы. Сейчас я вдеваю нитку в иголку. И мы приступаем, так сказать, к оригами. Мы назвали этот узел оригами. Берем теперь. Пока мы не касаемся обработки, у нас примерка. Делаем все поэтапно. Берем, складываем по центру переда. И соединяем вот наши две вот эти линии. Тут в принципе даже по полосочкам видно, чтобы рисунок совпал. Сейчас соединяем. Здесь у нас центр переда. Здесь мы соединили. Сейчас. Просто видите, такая ткань, что я еще уже тороплюсь. Вот смотрите, вот соединили. И сейчас единственное, что мы делаем, это вот здесь сантиметровым швом. Я взяла розовую нитку, чтобы не повредить потом ту бордовую. Желательно взять другую нитку. И прошиваем сантиметровым швом вот этот кусочек. И сейчас, несмотря на то, что примерка, я должна взять эту блузу и за камерой вот это место слегка вот так пройду паром. И мы сделаем завершающий штрих. Вот что у нас получилось. Я эту модель делаю первый раз, поэтому сама не знаю, что получится. Я раскладываю лицевой частью наверх, справа налево закладываю складочку, вот так. И вот здесь у меня пойдет шов. Теперь я должна сделать вот этот шов. Я сейчас заколю булавочками, чтобы показать вам, что у нас получилось. И вот какой красивый узел у нас получился впереди. Нужно ли заутюживать это до конца, я не уверена. Оно может плавно сойти на нет, либо вообще может быть не заутюживать. Это мы уже посмотрим, когда будем шить на готовое. Но верхнюю часть вот здесь в любом случае нужно поутюжить, чтобы оно красиво легло. Сейчас я это здесь сделаю строчечку. Надеюсь, что боковые швы и плечевые швы вы тоже сможете сделать уже за камерой. Сейчас за камерой я сметываю боковые швы, боковые швы, плечевые. И у нас будет еще примерка. Смотрите, какая чудесная блуза получилась. Как красиво заиграл рисунок. Полосочка сюда, полосочка здесь немного в другую сторону. Здесь они пересекаются. Сейчас я повернусь спинкой. Смотрите, рукавчик, как классно смотрится такая кокетка поперек. Классно, что мы в кокетку добавили много синего. Она яркая, ее видно. Мне эта блуза очень нравится. Ее осталось только дошить. Впереди, хочу обратить внимание, верхнюю часть мы вам покажем. А здесь, если кого-то будет смущать, что она отстает, можно спокойно вот так вот сделать здесь какую-нибудь закрепочку, чтобы она не торчала. Но, конечно, я против закрепочек. Я люблю вещи. Хочется мне, чтобы вещь была свободная, для отдыха, модная, под джинсы. Кстати, джинсы эти пошиты по курсу Виталия Шкрегунова. Кто еще не успел приобрести, приобретайте. А кто уже приобрел курсы по джинсам, шейте к джинсам. Вот такие классные льняные блузы, майки, футболки. Я еще раз покручусь. Мне очень нравится это изделие. И тогда мы с вами встречаемся на мастер-классе в следующий раз по обработке горловины. Перед тем, как изготавливать эту блузу уже на готовое шить, я подниму выточку на полтора сантиметра. Ну, вы прекрасно знаете, что когда ты шьешь на разных тканях, выточка ложится по-разному. Хотя, это у меня выкройка проверенная, моя, с которой я краю каждый день почти. На этом все. Напоминаю, что вы были на канале Модные Практики. Наши видео выходят каждый день. С вами была сегодня я, Паукшты Ольга. Также с нами была сегодня Иришка и вся наша большая команда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч! Пока!